всем привет друзья сегодня хочу приготовить попробовать приготовить домашнюю ветчину я честно вам признаюсь никогда не делала этого раньше домашнюю колбасу да частенько и и готовлю а домашнюю ветчину ни разу но недавно увидела этот рецепт в интернете и мне так он понравился вот решила сегодня попробовать так что если хотите оставайтесь со мной давайте приготовим ее вместе и так ставлю кастрюлю на огонь и в холодную воду кладу рульки рульки лучше покупать вот такие свиные передние видите они более мясистые задние не там такая косточка как бы и мало мяса а здесь так прям хорошо мяско много и вот в интернете две рульки использовали но я купила три и в холодную воду ставлю их варить вариться они будут четыре часа но сейчас я подожду когда поднимется пена я сниму пену и покажу вам дальше что нужно добавить поднимается пенка сейчас я ее сниму итак сняла пену теперь сюда луковицу лавровый лист горошком перчик черный и пару столовых ложек соли но потом еще сам фарш будет присаливаться поэтому так сейчас немножко соли и теперь все на медленном огне как на холодец 4 часа эти рульки будут вариться ну вот поварились рульки 4 часа уже вот видите практически отваливается от костей мясо сейчас я их выловлю и даем им полностью остыть остыли рульки и теперь я их просто крупно нарезаю разделываю мяско мясо очень нежно все сварилась и по рецепту рекомендую даже знаете немножко добавить вот эту саму шкурочку совсем чуть-чуть холодец я как бы и не добавляю но раз здесь нужно немножечко добавлю чем мне понравился этот рецепт конечно же тем что это натур продукт без всяких там гмо потому как в магазинах огромнейший сейчас выбор колбасных изделий всяких разных мясных и ветчины в том числе но натурального к сожалению ничего не найдешь все с глутаматом натрия с добавить с добавками с красителями различными всякими не хотелось бы своих детей кормить всякой такой какай поэтому хочется приготовить что-то более-менее домашнее натуральное что и пытаемся сейчас сделать видите как все хорошо распадается принципе разбираем как холодец сейчас все тщательно перед переберу порежу и будем двигаться дальше так мяско все разобрала порезала теперь четыре пять зубчиков чеснока сюда выдавливаю если крупный чеснок достаточно трех зубчиков но у меня мелковатый поэтому выдавлю 5 попробовала на соль мне показалось сули маловато которую я добавляла при варке воду поэтому я немного еще подсолю чесночной сейчас когда перемешаю буду пробовать на вкус должно получиться вкусно черный перец красный перец паприка сладкая и теперь по рецепту сюда нужно добавить два три половника вот этого бульона в котором варились рульки наши я добавлю два с половиной и теперь мы тщательно все это перемешиваем перемешала теперь беру бутылку но в рецепте советовали взять полтора литровую у меня нашлась 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 двухлитровая но ничего будет у меня такая толстенькая вот эту часть только если понадобится потом еще дорежу нужно так и теперь вот сюда в бутылку мы утрамбовываем хорошо тщательно наш вот этот фаршик все просто чем мне понравился этот рецепт поставила все варится за четыре часа переделала все свои дела домашние а завтра уже будем пробовать эту вкуснятинку все тщательно утрамбовала как видите не пришлось мне даже ничего подрезать как раз отрезала прям то что нужно и теперь беру пищевую пленку закрываю верхушечку все вот так закрыли и убираем всю эту красоту в холодильник на 12-13 часов ну а завтра уже будем дегустировать достала из холодильника колбасу посмотрим что у нас тут получилось вижу что хорошо все застыло теперь главное аккуратно снять бутылку это легко делается я вам скажу думала будет все сложнее хорошо очень хорошо так 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 Давай еще чуть-чуть. Есть. Победа. Так. Ну вот, смотрите. Такая красотища. Прямо, я вам скажу, мне очень нравится. Сейчас Леша мой придет, продегустирует. Сейчас попробую я кусочек. Ну, я вам так скажу. В принципе, вот когда я делаю зельц или салдисон, кто как называет, практически все то же самое. Просто это, ну, форма, скажем так, у нас получилась. Ветчины, колбасы. Но, в принципе, очень вкусно. А главное, натурально. Поэтому, я бы рекомендовала вам попробовать. Все ж натурпродукт. Натуральное мясо. Чего уж там, без всяких там ГМО. Поэтому, пробуйте. В принципе, я довольна результатом. Кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Я старалась. Ну и пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok